Вопрос по черешне. У меня растет черешня лет 5-6, но, то не так, по неправильной обрезке и пригибу хотел получить невысокое дерево. Это черешня-то? Вы увидели взрослое дерево черешня, это когда сидишь как грач на боковой ветке и жрешь плоды. Вот что такое дерево. Настоящее. А вы ее пригибать собрались. Которое раньше заплодоносит, но теперь понимаю, что физиология дерева таким способом точно не изменить. Наконец-то. Оно болеет, залез хорошо, отрастает, називку погибает. Странно, когда трескается до сердцевины, течет кометь, что-то гибнет, что-то борется за жизнь и растет. Но в общем фоне дерево погибает. Можно ли с него брать черешня на привой и прививать? Фото прикрепил. Значит, ответы назначены. Пока живо обязательно замчать семеченки и привить уже на что-то другое. Спасать его. Вот ваша фотография. Вот. Спасайте. Но я хочу сказать. От дерева от этого избавляться нельзя. Когда вот это происходит. Это практически происходит. Это я смотрел книги Канчины такое. Это и у меня такое. Но если дерево не калечить, вот такие вот морозобоины, они заживают сами. Вот если вы попробуете, вы знаете, как берете нож. Все вырезали. А потом, помните дальше, ну Канчина и там, вот это. Уже я столько раз фавилью вторую называл, уже боюсь называть. Вот. Про коровье дерьмо. Помните, я все возмущался. Больше заняться нечем, чем москвичам искать коровье дерьмо. Попарайте. Когда последнюю корову зарезали еще до перестройки. Вот. Ничего не делать. Вот это вот обнажается. Но здесь получается, как бы вот она закругляет, продолжает расти дерево, как ни в чем не бывало. Если не лечить, тогда, как же это говорится, доктор, будем лечить или пусть живет. Вот. Ну, знаете, это грустное выражение. Доктор, будем лечить или пусть живет. Пусть живет, не лечите его. Вот это хотел сказать. И все равно, контроль есть контроль. Контрольную веточку берете и перепрививаете. Вот это обязательно. Вот. И еще раз. Про обрезку. Не резать ни в коем случае. Пригибать ни в коем случае. Дерево само знает, какой у него должна быть пригиб. Вот этот дикий страх, как будто никто уже не помнит. Кус черешня, кроме вот той южной из Узбекистана, да? Ну, никто не помнит, чтобы в российских садах была черешня. В Сибири вообще ни одного нет, кроме тут двух садов. Вот здесь, в мое правильное. Всего у двоих у нас. И все. А страх какой-то. Вы представляете, если взять не искалечить, оно оказывается, ветки от урожая поломаются. Ни одного вырастить не могут. Ни одного для этого. Чтобы он хотя бы там жменьку плодов дало. Нет, надо ее завесить, потому что поломается. Угол не тот. Вот это вот меня убивает. Вот это вот точно так же, как надо почву искалечить, потому что, видите ли, туда кислород не поступает. Уничтожить все червячные ходы через это, всю канализацию, водопровод и полетом. То есть канализация, само собой, вот эти червячные ходы. Плюс это же водопровод. И плюс это снабжение кислородом. Нет, это все уничтожить и говорить, что мы вот этот дурь, которая вбита в башку миллионом. Ну вот это то же самое, видите. И все равно, какая бы ни была, я вам похуже показывал фотографию, ваше дело не лечить, оставьте его в покое. Глядишь, еще поживет. Так, осталось 15 минут. Людмила Синельникова. Кстати сказать, вот кто-то это из вас может видел, я тут пару, я тут снимал фильм на рынке, да, у женщины, которая вырастила саженцы, вырастила деревья, я себе рекей, ну так честно смотрела, ну вроде не обманывает. Крупные очень из косточки. Я еще раз хочу сказать, у меня крупноплодные, у меня получилось как, феноменальный урожай, но из плоды получились мелкие и средние. Вот такие плоды, ну как сказать, у меня тоже есть, но они закончатся через месяц-два, если заказы будут. Вот, то есть если вас такие косточки интересуют, а мне сейчас почему-то деньги нужны, вот, как ни странно, и получается так, что наши интересы совпали. Вот если заказываете крупный плод, заказывайте сейчас, чтобы потом обид не было, когда я буду говорить, манжурцы полно, сыновья манжурцы полно, сеется амура полно, амуры есть. Даже получилось этих королевских ведра, ведер 10, тоже еще долго продержатся заказы. Но извините, эти, уже сейчас есть у меня ограничения по заказам. У меня уже королевские написано, не больше 10. Вот. Так, ну что еще тут есть на молодом дереве? Ага, ну сейчас будет, на чем я остановился. Так, Людмила, скажите, пожалуйста, заказывать саженцы уже поздно, если в Курске области города Братска, скоро у нас заморозки. Подскажите, когда лучше заказать, сейчас или весной? Ну, я вам так скажу. И так плохо, и так плохо. Давайте здраво. Сейчас еще было холодное лето, далеко еще, ну, хорошо, если будет теплая осень. Лист еще не скоро сбросится. И вот мы заказали сейчас, да. Вот. И вот когда они посылки, Сергей верхнюю часть режет, отрежет. Лист он не трогает, потому что лист это, чем дольше продержится, тем лучше вызреет почка, никакого шмыгивания. Ну, все-таки выкопает рано, например. Плохо. Тогда я его научил ждать, пока сбросит листья. Хорошо, если в этом году сбросит до зимы. Тогда вы можете хотя бы прикопать. Так. Вот. До весны. Если осенью заказать, а лист сброшен, тогда почка выстрела. Но неизвестно, что получится. Например, хотя бы на неделю-две у нас зима наступает позже, чем у вас. И так, пока выкопал, лист сброшен, он поехал к вам по почте, приезжает, а у вас уже зима. Что вы будете делать? Тогда остается рискованно. Вариант весна. А весной вся природа пробуждается. Ну, например, это апрель. У вас тоже город Братск. У вас есть Братская ГЭС. Это тоже микроклимат. Если вам повезло, то вы где-то возле незамерзающего Ангары. Если не повезло, то вы далеко от Ангары. Там холоднее намного. И уже вся природа просыпается. А вам еще же надо, чтобы кто-то не проснулись. Чтобы Сергей весной вам вышел. Вы получили, посадили. Теряется, наверное, несколько недель. То есть расслаблено у вас, уже все просыпается. А тут еще пока доедет, пока посадить. А лето короткое. Видите, что вы пишете? Скоро у нас заморозки. А отправленное письмо-то было 18 августа. А допустим, 25-го уже заморозки. Значит, следующая весна, лето получилось короткое. И они не вызрели. И умерли. Опять плохо. Значит, что получается? Когда вы берете, начинаете с косточек. Вот как мои братского видели. Им все по барабану. Один вариант. А если все-таки не хотите вы связываться. Хотите сразу готовые саженцы. Да, чтобы через два года вырожай был. Вы рискуете. Как рискуете? Ну, что-то делаете для того, чтобы риск минимизировать. Например. Вы с осени заготовили те самые холмики. Почему? Приходит весна. У меня весна начинается на две недели раньше. Чем у вас. Сергей уже выкопал. Сергей уже вам отправил. А вы получили. И попробуйте раскопать. А у вас уже холмик-то раньше оттаял, чем вся земля. Согласны? Ну, как пуп земли в этот холмик. И вы успеваете посадить раньше. Хотя у вас рядом тут же земля еще замерзшая. Холмик оттаивает раньше. Но я не догадался фотографии специально вставить. У меня на каждый случай есть фотографии. Ну, вы уже поняли. Итак, весна. И как можно раньше заказать. И как можно раньше. И просите его. Прислите как можно раньше. Не просто, чтобы он вам в мае отправит, а в первых числах июня посадить. Тогда уж точно не успеет вызреть до восемь. Фух, как мог объяснил. Так, что же мне делать-то осталось 10 минут. Так, вот это вот очень будет тяжелый вопрос. Почему сейчас поймите? Помогите, пожалуйста. На молодом дереве груши не растет листва. Как реанимировать дерево? У меня никак не получается добиться увеличения роста листвы на молодом дереве груши. Поливая регулярно цирконом. О, Господи. Попрыскивая пином. Ой, и гужужуи. Но все усилия тщетны, правильно. Помогите, пожалуйста, что делать, как спасти дерево. Вот знаете, как, допустим, человек помирает, да, от него уже запах. Там, сами знаете. Он уже еще, это самое. А он ему одеколоном. Сейчас он встанет, пошикали колон. И пойдет, это самое, работать или там, радоваться жизни. Ага, сейчас. Вот, смотрите. Сейчас второе письмо похожее. Так вот получилось. Это не сам Павел. Это через Павла я получаю вопросы. У груши все молоды листика. На верхушке земли посерили, отвалили. Что с ним случилось? И вот смотрите, видите, вот она груша, она полумертвая. Вот так ведь? Вот. Возможно, на холм. Но, вот, в целом, что получается? У меня практически нет никакой информации. Вспоминаем. Помните, это, слива привитая на Бесею, на Серна, то есть на этого, на писяную вишню. Я не знаю, кто подвой. Я уже сто раз говорил. Если нет стопроцентной биологической совместимости, то привой начинает погибать. Например, подвой выдерживает минус 50, привой минус 30. Надеемся на минус 40. А он при минус 20 мертвый. А он посреди лета, еще зима на наступе, он уже мертвый. А у него что дальше? А дальше у него, может быть, прикопано, откуда чек, простой чек, который не мне пишет, а на популярный, это же пересылка с популярного сайта, вот это, да? Я специально выбрал. Я мог просто ответить тому чеку, я так и отвечаю. А попробуй, откуда я знаю, почему не расчет листва? Первое, не расчет листва я замечал, или мелкая-мелкая, это когда снизу одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, десятая рана. Все, листва мелкая-мелкая. А возможно, человек уже заранее изувечивал дерево, а теперь хочется реанимировать. А это уже мертвого припарка. Я уже отзажал пальцы. На что привито, не знаем. Биологическая совместимость, соответственно, какая, не знаем. Не прикопанная ли это, которая, по которой, которая, основание штампа может быть гниет, и это может быть. Тут уже хоть залезет, надо раскапывать, если не поздно. Молодое дерево груши. А вдруг вот так вот ручками раз, раскопает, и уже перестает хотя бы гнить, вдруг восстановится. Вот здесь-то понятно уже, нужна сильнейшая обрезка, плюс что можно сделать. И это еще не все. А если вы это, груша из этого, как? Вы посадили она еще годик где-то там, если со Средней Азии, да? А потом верная смерть, первая же настоящая зима, и вот так вот. Ну все, начинает умирать. И это еще может быть. Ну, это называется метод тыка. Ну, не судьба. И получается, что с грушей? Вот что с грушей? Я уже это, вот когда у Джерома Джерома, по-моему, есть такой пример яркий, это когда его персонаж прочитал медицинскую энциклопедию, а он мнительный, он нашел все болезни, включая беременность. Все, вот каждый брал симптомы, все болезни, включая беременность. А представляете, вы к доктору обращаетесь и говорите, у меня болит живот. Скажите, что у меня. То ли не то поел, может быть, не поливал бы цирконом, не опрышивал бы эпидом, уже бы лучше было, скорее всего. Вот видите, как она говорила, а толку ничем не смог помочь, кроме самого начала. Не зря же у этого, у Виталия Багринцева посажено нормально, да? Вот это вот беда. Так, осталось пять минут. На чем мы остановились? Ну, пожалуйста. Вот еще один последователь. Вот, уважаемый Алексей, Алексейка, да, вам уже, это самое, на пятки наступают. Тут уже вы лидер. Вот. Но есть одно но. Когда Борисов вот это вот, что он вырастил, как домашнее животное, домашнее растение, высадит, оно погибнет. Вот есть одно но. Вот успевайте все посадить. Вот этот момент, пожалуйста. Ой, можно ли яблоню привить на грушу? Можно ли прививать деревья осенью? Лучше весной, а вот эти прививки осенью, если действительно, ну как, вы хотите потренироваться, если вас устраивает прививка почкой, которую я терпеть не люблю. Вот, можно, но лучше бы в весне дождаться и нормально привить. Яблоню на грушу можно, но у груши меньше морозостойкость, чем у яблони. Это в среднем, на несколько градусов. И для этого нужны особые причины. Особые. Вот, почему бы не привить яблоню на яблоню? Ну так сложилось, ну не на что больше. А грушу, вот, все это касается. Прививайте. Культурная яблоня на культурную грушу приживается на это. Это, это, это самое. Они все-таки какой-то степень родня. Но перспективы довольно мрачные у них. Поэтому можно, но не обязательно. У меня несколько лет растет саду колоневидная груша. Я ворю меня обрезал и веточки. И сейчас она заросла. Снизу растет несколько словов. Ну какая хрен колоневидная груша, если несколько словов. Можно ли обрезать сейчас или осенью? Так вот, что я пишу. Нужно фото вашей колонны. Колонны в кавычках. Но летом обрезать и отрезать лишние ветки нельзя. Даже если она из настоящего ученого сада, то вашу грушу можно назвать колонной только условно. Так как в реальном саду у любой настоящей колонны отмерзают верхушечные почки. И они дают боковые побеги. В результате вы имеете просто дерево. Вот это я вам холодный душ. Это просто дерево. Невозможно. В средней полосе России у нее есть такое понятие. Все колонны, если даже ваша груша настоящая колонна, а они пока только в проектах, и первое, так сказать, сырое изделие, они обязательно, не все замерзнет, но верхушка отмерзнет обязательно. Все, боковые побеги неизбежны, значит, это не колонны. Одно из подлейших практик при работе с колоннами это отрезание побегов подложения, то есть попросту боковых веток. А. Это потеря будущего урожая с отрезанных веток. Б. Короткий век плодоношения из-за несменяемости плодушек одних и тех же. Внимание, плодоношение одних и тех же плодушек больше 3-4 лет – это аномалия. Обещают 15 лет. То есть посадили вы, неважно, колонны или просто карлики, и 15 лет дерево усеяно плодами. Вот здесь мне надо было бы кукиш изобразить. Вы знаете, сколько тут кукишей? Вот не догадался я взять, вот, набрать в интернете. Фото кукишей. И вот здесь вставить этот кукиш. Чушь, вранье. На вас зарабатывают. Потерям, когда, естественно, вы... Вот побег-продолжение. Да пусть себе растут, получится карлик, но он еще побег даст, яблоки, груши. Потом продолжение побегов опять. И опять урожай. Потому что плодушки-то эти отмирают. Которые вот первые плодушки, которые на вертикальном штампе. Потом отмирают уже на побегах продолжение. Потом отпирают на следующих ветках. И так далее. Ну, по крайней мере, вам урожай обеспечен. И так как вас заставят отрезать, оставить вертикальный столбик, это аномалия. Еще раз, почему вас дурят. На вертикальном штампе год-два, и то редко. Больше на нем никогда плодов не будет. Все. Гладкий, как колено ваше. Посмотрите, вот такой будет штамп. Потерям, а расцвок, если заран на штампе. Дурят, отрезать то, что даст урожай. Отсюда болезнь, как следствие, оккупация грибами, листогрязущими и листососущими насекомыми. Вот здесь перепутали, переставили причину следствия. Вы понимаете? Не телега толкает лошадь, не телега. Никакие здоровые дерева, на здоровом дереве грибы. Это как на вас. Вы понимаете, что грибы у вас под мышцами, пупки, еще между ног. Почему? Сами знаете. Отмирает кусочки кожи. Отмирает эти самые. И, видимо, сейчас уже 23 часа. Скорее всего, на этом мы и закончили.